Вот, в несколько слов, я не знаю, если кто-то может разъяснить, что это очень важно. Конгресс региональных и местных властей Совета Европы является одной из площадок в рамках Совета Европы, на которой мы собираемся для того, чтобы обсуждать те или иные вопросы. И при сохранении собственного секретариата, при сохранении собственных интересов, мы вместе с тем являемся составной частью Совета Европы. Более того, в рамках Конгресса региональных и местных властей Совета Европы мы с вами уже традиционно в повестке нашего заседания, как общей палаты, так и палаты региональных властей отдельно и местных властей отдельно, рассматриваем преимущественно вопросы политического звучания. Мы с вами рассматриваем вопросы о миграционных потоках на территории Совета Европы. Мы с вами рассматриваем вопросы выборов и последствий тех или иных избирательных кампаний в государствах, участниках Совета Европы. Но при этом мы пытаемся опустить голову в песок, когда вопрос заходит по неудобным аспекте взаимоотношений внутри государств, участников Совета Европы. Мне кажется, это абсолютно неправильная позиция. Мы не имеем права самоустраняться. Сейчас мы сюда приезжаем на деньги наших налогоплательщиков. И если мы встречаемся, представляя регионы наших стран, то мы обязаны обсуждать всю повестку Совета Европы. Или, если мы хотим быть площадкой, исключительно обсуждающей вопросы хозяйствующих субъектов, как это недвусмысленно звучит от неких членов Конгресса, давайте полностью уйдем от рассмотрения политических вопросов. Будем рассматривать строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт дорог, вопросы социально-экономического развития наших территорий. И полностью уйдем от политических дебатов. Но по запросу Генерального секретаря Совета Европы было установлено юридическое нарушение Устава Совета Европы и полномочий Парламентской Ассамблеи. Это придумала не российская делегация. Это придумали органы внутри Совета Европы. И констатировали юридические нарушения. Я считаю, мы обязаны на это реагировать.